Мороси Клубничкина, Российский деловой реестр, журнал хит сезона и наша рубрика Секрет Успеха. Фредерик Бульбедер назвал три слагаемых успеха на Н. Напор, наглость и независимость. Назовите свои имя. Например, на В. На В. Очень интересно, неожиданный вопрос такой. На В. Воля. Это основное качество восприятия действительности, так как оно есть, не в негативе, не в позитиве, а в реальности. И еще на В. Восторг. Пусть люди живут именно в положительных эмоциях и именно восторгаясь, потому что каждый миг жизни, каждый момент жизни — это восторг, и мы должны быть благодарны за него. Марселия Шар сказал, что неудачники лучше всего рассуждают о секретах успеха. Если вы с ним согласны, то как вы думаете, что он имел в виду? Я где-то с ним согласна, потому что так оно зачастую и происходит. Но мы все-таки должны верить людям, и если люди хотят казаться более успешными, дай Бог, пусть так будет. Давайте доверять людям больше, давайте их любить такими, какие они есть. Как сказал Логан Смит, никто не сможет сказать, что я не добился успеха в жизни. В течение 60 с лишним лет мне удавалось добывать для себя достаточно пищи и не быть съеденным. Неужели, если я добьюсь успеха, меня съедят? Это хороший вопрос. И я могу сказать, что те, кто не добиваются успеха, те, они обычно списывают на карьеру, на семью, и говорят, что я не успешен, потому что я выбрал семью. Но это не так. И карьерой нужно заниматься тоже. Но не карьерой, а, скорее всего, это слово звучит так. Самореализация. Это вот самое истинное слово. Потому что мы рождены, и наше предназначение — выполнить свой путь, пройти свой путь и выполнить свою миссию. Есть семья, и есть самореализация. Мореализация — это разные вещи. Надо и выполнять это, и другое. Для Сальвадора Дали всегда термометром успеха служила зависть других художников. А чем вы измеряете свой успех? Я опять соглашусь с Альвадором Дали, потому что в нашем мире так. Если есть люди, которые о тебе говорят, значит, ты успешен. И чем больше людей говорят о тебе, значит, есть повод о чем поговорить. Пабло Куэйли писал, что после того, как ты добиваешься успеха, появляются мысли о том, а нужно ли было все это, а стоит ли добиваться успеха? По себе могу сказать да. Потому что если ты успешен, ты можешь большему количеству людей отдать в дар то, что есть у тебя больше, чем у них. То есть ты можешь делиться со своим успехом, ты можешь помогать им и идти дальше с группой людей какой-то, то есть с командой. Успех он дает тебе команду. Так, и последний вопрос. Секунду. Чего ты на команду? Джордж Бернард Шоу назвал «Секрет успеха». Он сказал, что главное – обидеть как можно больше людей. Сколько людей обидели вы? Я наверняка где-то прошла мимо и не заметила этого, но наверняка где-то остались люди, которые подумали, а почему вот она другая, а мы вместе с ней учились, мы вместе с ней работали, мы остались на прежнем уровне. Но я могу сказать то, что мне вот вчера буквально написала девочка, то, что мой пример ее вдохновил, и она простимулировала, и она совсем по-другому смотрит на себя. Она хочет участвовать в конкурсе, и она хочет быть похожей на меня. То есть люди, наоборот, стремятся быть похожими уже больше. То есть если мы кого-то обижаем, то мы столько же людей, если не больше, мы сподвигиваем на подвиги. Отлично. А дайте нам просто девушкам, которые вот сегодня были в гостях и хотят, возможно, повторить ваш успех. Самое главное могу сказать, что не нужно добиваться короны. Нужно открытым сердцем смотреть на мир и любить людей. Нужно помогать друг другу и нужно уметь дружить. И тогда будет все. Это главное. Отлично. Тогда будем дружить. Да, с удовольствием. С вами была Ольга Кулева и российский деловой реестр, журнал «Хит-сезона» и Маруся Клубичкина.